И когда они это сделают, им нужно будет заполучить много биткоинов. Так что я ещё не готов продать свои. Всем привет, меня зовут Богатейши Ди. Добро пожаловать в новый выпуск. Если вы больше не верите в биткоин, потому что цена не та, которую вы хотели бы видеть, тогда это подходящее видео для вас. Я просто собираюсь прочитать одну статью сегодня, и, возможно, вы переосмыслите текущую ситуацию после этого. На самом деле, биткоин в ближайшее время, очевидно, сформирует золотой крест, который будет указывать на конец медвежьего рынка. Думаю, по этому поводу сделать отдельное видео. На сегодня у меня было несколько идей для видеоролика, но то, что я нашёл, когда проснулся, разрушило все мои планы. Я собираюсь прочесть эту статью, ну и перевести её для вас. И вы поймёте, почему она произвела на меня такое впечатление. Эту статью из прошлого нужно обязательно прочесть, чтобы ассоциативно воспринять текущую ситуацию. Поэтому поехали. Написана она была 14 февраля 2013 года, то есть практически 6 лет назад. Почему я не готов продать свои биткоины? Ранее сегодня цена биткоина поднялась выше 27 долларов США впервые с 2011 года. Это значит, что она выросла в 2 раза с начала 2013 года и в 3 раза с конца 2012. Конечно, 27 долларов – это не рекордная цена для биткоина. Рекордно высокая цена была чуть менее 32 долларов. Её мы достигли 8 июня 2011 года. Затем цена упала до 2 долларов в ноябре 2011. К концу 2011 года почти все растянили пик в 32 доллара, как сумасшедший пузырь. А последующее падение – как восстановление здравомыслия. В том числе и я. В августе 2011 года я предсказал, что экономика биткоина будет постепенно падать, пока не исчезнет. Очевидно, я был неправ. К январю 2012 года цена снова выросла с 2 до 7 долларов. Это повышение цены убедило меня, что биткоин, в конце концов, не был причудой. Тот факт, что люди всё ещё были готовы покупать его после того, как биткоин потерял 90% своей стоимости, подсказал мне, что валюта, вероятно, будет иметь долгосрочную перспективу. И если на эту валюту можно было бы рассчитывать, что она сохранит свою стоимость с течением времени, это сделало бы её достойной платформой для построения новых финансовых услуг. Я купил несколько десятков биткоинов в начале 2012 года. Пока что это хорошая инвестиция. Так будет ли новый рост цены на биткоин пузырём? Я так не думаю. Ничего подобного никогда не существовало прежде, поэтому не ясно, как рассчитать фундаментальную стоимость для биткоина. Давайте представим, что биткоин является стартап-компанией, а не сетью. В таком случае у биткоина будет радикально новая технология. Тысячи постоянных клиентов и растущее сообщество других венчурных стартапов, создающих продукты и услуги на основе предоставляемой ими инфраструктуры. Двери такой компании всегда будут штурмовать инвесторы. Вы не сможете покупать акции такой компании, но само удержание валюты – это ставка на будущий рост экономики биткоина. Стоимость биткоина тесно связана с общим объёмом транзакций, который быстро растёт, хотя и несколько беспорядочно в течение более двух лет. Предложение биткоинов ограничено, поэтому по мере роста объёма транзакций, выраженных в биткоинах, его стоимость будет увеличиваться, чтобы приспособиться к нему. Для чего люди будут использовать биткоин? Пока что наиболее широко обсуждаемые предложения являются крайне сомнительными. Вы можете купить наркотики с помощью биткоина, ну или сыграть в азартные игры. Но нетрудно представить, что в будущем будет разработано более пикантное использование. Биткоин может сделать возможным создание децентрализованного конкурента Western Union, который в принципе мог бы иметь более низкую комиссию и гораздо больше удобства в использовании. Это всего лишь предположение из головы. Трудно предсказать, как люди будут использовать эти разрушительные технологии, поэтому я вероятно ошибусь. Но биткоин является достаточно новой технологией с функциями безопасности и конфиденциальности, с которыми традиционные финансовые сети не могут сравниться. Люди наверняка найдут что-то крутое, чтобы что-либо сделать с этим. И когда они это сделают, им нужно будет заполучить много биткоинов. Так что я ещё не готов продать свои. А теперь, ребята, эта статья была написана вот здесь, в этот период. Удивительно. Что ж, думаю, я вас немного воодушевил. К тому же биткоин даже ещё и растёт. Надеюсь, что вам понравилось это видео, оно оказалось для вас информативным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатеете. Увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!